Всем доброго времени суток! Сегодня 26 октября, канал Azimani Хочу такой вот видос снять по поводу закупок товара с Китая Мы рассказывали многократно уже как покупать товар с Амазона точнее даже покупать в принципе не интересно так как мы занимаемся продажами мы понимаем специфику внутренних механизмов продвижения товаров на Амазоне и предлагали до 3 октября это брать товары на отзывы до 3 октября это было актуально и несколько человек это попробовали и хорошо получалось смысл был такой, что в начальном этапе приходилось самим естественно суетиться и прокачивать свои аккаунты это Facebook то что у многих он не прокачанный плюс там нужны нужны как бы американские друзья и так далее потому что люди на отзывы раздают если например в Америке они пишут only use если там в Англии only там UK и так далее вот то есть прокачивать в этом отношении то есть искать друзей чтобы был аккаунт чтобы были там разные там посты и так далее прокачивать амазонский аккаунт это именно ситуация чтобы в вашем аккаунте есть характеристика так скажем у вас нет конкретно ваших покупок есть конкретно ваши отзывы вот и соответственно мы набивали отзывы покупали любой практически товар и набивали отзывы так как в Америке нужно написать отзыв в начале лета было до там по-моему 1 доллар потом 5 и вот сейчас на данный момент 50 долларов то есть надо на эту сумму сначала купить товаров вроде как бы без дисконта неуточненная информация но в любом случае 50 долларов надо продаж иметь чтобы написать отзыв и надо еще придачу ко всему желательно точнее иметь прайм прайм это доставка к примеру по США бесплатно стоит она первый месяц бесплатно второй месяц 10 долларов точнее в последующем месяце 10 долларов или платим за год вперед 90 долларов это естественно все окупается потому что доставка по Америке ну практически вот мой товар самый там 300 грамм маленький негабаритный стоил мне 6 долларов то есть ну вот в таких диапазонах соответственно вы понимаете 10 долларов это две покупки уже окупаются так что мы этим занимались возили да по Америке не так много этим занимается людей они там богатые товарищи наверное вот или я просто таких не знаю в основном это интересно в наших небогатых странах мягко говоря здесь мы отправляем товар ищем хорошего посредника который за недорого из-за Америки отправит нам товар в Россию Украину Казахстан Беларусь неважно куда выбираем такого посредника некоторые посредники группируют поставку то есть там приходит с Амазона много грузов и они делают один груз и отправляют но основная масса просто переправляет товар вот на Амазоне мы покупаем Амазон бывает и группирует опять же бывает не группирует но вот отправляет до 3 октября это было актуально было много предложений и была задача какая прокачивать аккаунт войти особенно желательно хотя бы в 1000 топ-ревьюеров и уже будут нам предлагать так скажем эти товары и мы сможем писать письма по нормальным ну не то что брендам бренды вряд ли нам будут давать в любом случае то есть это надо быть уже топовым ревьюером реально иметь какой-то так скажем там я не знаю какой-то канал сбыта можно сказать или где можно рекламировать то есть YouTube Facebook Instagram где огромное количество подписчиков и все остальное мы говорим про средние бренды амазоновские то есть нам нужно рюкзак например нужен нам какой-то там я не знаю даже телефон или еще что-то мы просто переходим по этой ключевой фразе и рассылаем небольшое количество писем потому что Amazon тоже банит то есть я не знаю какое количество ну там 10-20 максимум в день то есть смысл такой хочу я вот этот рюкзак ну вообще хочу рюкзак в принципе например под лэптоп например и иду просто сбивая первую страницу где там большое количество отзывов конечно не надо но там вторая третья четвертая ну и пошло поехало и вот какой мне нравится я пишу там привет там туда-сюда я вот ревьюер топ ревьюер у меня есть там Facebook есть там вот мой аккаунт готов написать честный отзыв по вашему товару и вот мы к этому шли но не успели дойти как 3 октября изменились условия и мы немножко начали перестраиваться во первых стало меньше количество предложений на отзывы нам сложнее прокачать особенно новичкам аккаунты и даже старым то есть уже людям которые уже давно этим занимаются в любом случае предложений стало намного меньше возник вопрос в принципе у продавцов опять же потому что все идет отсюда возник вопрос по получению отзывов отзывы получают в основном два два варианта это первый вариант когда вы на старте любого товара неважно вы новый продавец старый продавец вам нужно хотя бы 15-25 отзывов это прям минимум чтобы запустить paperclip если вы не идете там в какие-то там высоты и так далее вам в любом случае это надо всегда 5 товаров у вас 1 товар это неудобно раньше мы раздавали через фейсбук топ-ревьюер через платные сервисы своим знакомым в любом случае это геморрой и в любом случае статистика показывает что по крайней мере мои знакомые и у меня например было около 50% некоторые люди меньше 50% у кого-то там больше 70% все через разные ресурсы раздавали но надо понимать что во-первых это все ресурсы ограничены то есть ну нельзя раздать миллион там товаров потому что просто такого количества людей нет которые могут сделать ревью во-вторых не все далеко пишут эти ревью и не все тем более гарантированно пишут нормальные ревью вот мы соответственно перестроились в плане того что просто ко мне начали ну просто обращались люди мы нескольким людям делали эти ревью переделали вот сейчас как бы поставим на поток вот люди обращаются как бы попросили мы людей которые занимаются могут нам помочь с ревью особенно в штатах потому что есть два момента так как у людей разные товары разной стоимости товаров не все хотят все товары брать или например ну просто они нецелесообразны люди готовы помогать и сейчас вот я просил людей которые делают ревью делают ревью попросить еще людей которые могли бы просто дать свои адреса и мы например некоторые товары не хотим тянуть на свою историческую родину потому что есть много товаров которые в принципе не нужны ну в принципе не нужны соответственно нам надо их просто выбрасывать нам их смысла нет потому что доставка от килограмма 5-10 долларов смысл за ненужный товар нет и мы естественно их раскидываем по Америке просто у нас так как есть прайм у людей мы просто их раздаем бесплатно то есть задача просто принять товар ну максимум сделать пару фотографий там тройку на телефон и отправить соответственно этому человеку вот и все то есть такое вот пожелание уточнение к предыдущим вот теперь идем дальше с Амазона как бы я рассказал теперь как мы закупаем товары закупаем товары мы в основном это у нас концерт на Алибаба у них есть основной сайт Алибаба.com есть естественно Алиэкспресс есть Таубау ну по крайней мере те которые я знаю по Алибаба я думаю все все знают трейд иншурансы все дела вот закупаем ищем здесь товары какие преимущественные недостатки естественно то что нам легко найти легко найти конкурентов плюс естественно Амазон запрашивает наши адреса чтобы в будущем если не дай бог пройдет хорошо товар хорошие продажи он предложит buy sell Амазон если откажется если какие-то там моменты Амазон что-то не устроится на высокой и так далее они могут спокойно взять ваш адрес и обратиться к вашему поставщику естественно они могут обратиться к другому поставщику вот но надо это иметь ввиду вот что такое Алибаба это вот оптовый то есть здесь площадка для оптовиков и для производителей достаточно просто это все определить то есть скорость производства товарные остатки ну в таком контексте мы ведем переговоры я думаю про Алибабу рассказывать особо нет смысла ничего это именно для работы с Амазона оптом второй момент это у нас Алиэкспресс Алиэкспресс торгует именно цивилизованно на европейские рынки на американские рынки и так далее то есть здесь очень сложно найти какие-то бренды потому что много подделок много там всяких моментов в Китае и получается Алиэкспресс именно покупки части какой-то товаров которые производятся в Китае в рознице многие дропшиперы отсюда берут многие для того же Амазона то есть это именно опять забыла слово но не важно фразу то есть можно торговать реальными товарами на Амазоне байбокс просто закидывать то есть находите на Алиэкспресс более дешевый товар а он уже хорошо продается на Амазоне потому что преимущество дропшиппинга какая во-первых деньги вкладываете в товар когда его уже купили и второй момент вы вкладываете ну то есть не вкладываете в продвижение то есть вы просто вкладываете в низкую цену ваша задача найти подешевле американцы на самом деле готовы ждать если цена реально дешевая нормальный качественный товар так что набирайте хорошие отзывы как продавец и вам будет доверие потому что на отличие дропшиппера от приватлейблщика так скажем тем что приватлейбл прокачивает в первую очередь свой товар отзывами а дропшиппер прокачивает так скажем аккаунт продавца и если у продавца хорошие отзывы все дела то есть человек смотрит все хорошее много отзывов все нормально можно ее товар покупать потому что главный листинг там отзывы уже непосредственно того человека который продает приват ну или не приват там неважно это товар вот здесь мы можем как сэкономить и отправить себе на родину здесь в основном у нас если мы покупаем любые товары забиваем сюда мы мало вероятно что найдем какие-то такие бренды типа там там я не знаю ну именные там вещи там с этим будет сложно доставка здесь разные способы есть скоростная доставка так же как с Алибабой мы можем себе образцы заказывать и за 30 40 и 50 долларов так же мы можем и на Алиэкспрессе заказывать скоростную доставку но можем доставку заказывать и бесплатную бесплатная доставка будет идти ну как правило они пишут до месяца у меня бывало и в два месяца все это удовольствие обходилось но в любом случае это нормально при покупке естественно Алиэкспресс также обращать внимание на отзывы на продавца в первую очередь ну вот товар как бы отзывы ну не знаю мне не очень нравится там как правило хорошие отзывы пишут я в основном смотрю на продавца сэкономить здесь можно еще раз рассказывать это у нас через вот это вот приложение EPN в подведе будет ссылка то есть там сейчас на данный момент 7% и 3,5% они дают за код дополнительный код сейчас посмотрю в грудь я там скидывал это у нас код EPNB2016 то есть 10,5% но на данный момент мне кажется это самый такой жирный вариант выглядит все это достаточно просто мы заходим на Алиэкспресс там я не знаю хотим мы купить телефон с двумя сим-картами например выбираем таким образом ссылочка будет именно на биджет который вот здесь вот находится вот то есть все нравится перед тем как покупать естественно нажимаем сюда активизировать кэшбэк сейчас он мне сейчас пишет 7% не знаю может акция закончилась вот и делаем покупку добавить в корзину или купить лучше естественно купить сейчас у меня один раз была ситуация такая что я много товаров закупал добавлял в корзину через вот эту штуку а оплачивал уже без нее то есть лучше добавить если вы все добавляете в корзину и при оплате как раз опять перезагружаете и нажимаете что активизирует с кэшбэк ну вот у меня в одном магазине в одном продавца такая история была я просто попросил его обратно мне отправить деньги вот и заново все это переделал и получил свой 10% скид то есть это выглядит таким образом заходим в свой аккаунт вот на данный момент у меня выплат нет еще статистика вот такая статистика вот в обработке то есть это вот я покупал и получал получал такой кэшбэк получу точнее получил тот момент когда я подтвержу момент покупки в принципе я думаю тут все понятно ничего сложного нет если что обращается вопрос отвечу это конкретно по кэшбэку по так по каранам по алиэкспресс вот ничего такого здесь особенного нет классно то что есть доставка есть опять же гарантия оплаты мы оплачиваем через алиэкспресс здесь можно также как на алибабе открывать споры и все остальное мне вот деньги продавец без проблем я ему написал он мне их отправил так скажем аннулировал отгрузку с алиэкспресс мне на карту пришли деньги где-то дней через пять наверное я в банк позвонил узнал они говорят ну сделаем скрим что мне делали возврат а то где-то через 3-4 дня мне вернулись деньги и я просто заново оплатил и получил 10% скид 10,5 то есть ну неплохо вот доставку доставку ждем я как бы не ускоряю если надо срочно то есть вот здесь вот по доставке кстати что у нас тут по доставке по доставке бесплатная доставка ну вот такие вот 21, 31, 14, EMS ну и стоимость сами видите 7,5 110 долларов 107 долларов ну вот мне образцы FedEx через алибабу прислал за 30 долларов здесь вот прям вообще жестко 14, 26 дней ну вот смысла особо нет 25, 41 ну вот я говорю в основном вот они отправляют дешевыми получается все то же самое бывает моменты вообще непонятно как они так дешево отправляют ну как бы не было потому что есть товары вот я разный товар там и по доллару и по два закупаешь еще и доставку бесплатную ну то есть какие-то у них там договоры есть по алиэкспрессу я думаю все ясно здесь мы работаем без посредников просто покупаем товар оплачиваем обычной кредитной там дебетовой карты здесь еще ну Western Union я бы не советовал бы конечно ну то есть карты в принципе думаю сейчас на данный момент кто по интернету лазает у всех есть у каждого продавца есть различные скидки при определенных объемах ну вот тут просто внимательно смотрим выбираем и никаких проблем то есть с алиэкспресс если я года два назад все заходил был бардак какой-то три можно быть года назад кстати обращайтесь на вот эти вот все показатели продавцов то же самое то есть кристаллики это обозначает количество продаж ну процент это соответственно количество процент отзыва качества магазина ну вот чтобы зайти в магазин просто нажимать сюда можно посмотреть то есть покупать какую-то вещь можно посмотреть что тут еще есть что там все вместе отправили например вот или вообще чем они занимаются чехлы те же самые для этих то есть в основном все это есть вот и алиэкспресс стала очень цивилизованной площадкой очень цивилизованной достаточно хорошим ассортиментом ну конечно подрезанной то есть если есть любители именно поискать что-нибудь такое поинтересней на алиэкспрессе конечно вы этого не найдете то есть здесь много всякой техники много всего альтернатива альтернатива по технике это вот такой вот сайт здесь тоже работает как его звать EPM то есть тоже можно получать свои кэшбэки то есть это вот как раз альтернатива алиэкспресса по технике вот тоже отличный сайт мне посоветовали как раз товарищи которые занимаются Китаем здесь именно сайт специализируется на технике телефона ну сами видите все тут например аналог Alibaba если по оптам ну я думаю все знают такой сайт очень похож здесь в принципе я не знаю я смотрел по рознице но в принципе можно спокойно так же закупаться с ну для нашего Амазона так скажем здесь моменты все на китайском то есть это уже такие китайские площадки единственное я не могу ничего сказать так как я отсюда не закупал и не уточнял гарантия оплаты то есть как это происходит скорее всего насколько я понимаю это надо опять же работать исключительно через посредник так же как и с Таобао Таобао это третья площадка у Alibaba именно которая заточена на китайский рынок и заточена на Восточную Азию то есть где можно более-менее работать по беспределу хотя опять же я Таобао очень плотно работал привозился просто оттуда я как бы не торговал вот то есть 1688 работает только через посредник уже посредник вам будет какие-то гарантии давать то есть именно в этом контексте то есть если кому-то это интересно обращайтесь у меня есть люди которым ну по крайней мере я доверяю мне устраивает их работа вот так что вот так вот выходим отсюда Aliexpress в принципе все понятно Alibaba я показал как бы альтернативу есть еще естественно другие площадки но вот именно интересные площадки которые 1688 это именно оптом торгуют для Китая так сказать вот то есть уже уже в плане конкуренции это интересно потому что конкурентам будет сложнее найти выбранный там товар чем на Alibaba ну вот ну и естественно сравнивать цены тоже неплохой вариант в предыдущем видео я покрал другие еще площадки ну вот на данный момент как бы основные мне кажется вот эти вот самые интересные вот эти две Aliexpress закончили осталось у нас Taobao Taobao это именно тоже китайская площадка но для розницы здесь отличается от Aliexpress я уже говорю тем что ну вот хотите его я не знаю New Balance купить сейчас New Balance в России по крайней мере как там другие страны 8, 10, 12 тысяч хочу сказать сколько иена стоит например то есть это просто 10 раз умножается то есть получается 1888 ничего здесь страшного нет то что все здесь на китайском вот у меня автоматом Chrome переводят перевести если кому-то непонятно вот кто постоянно этим занимается ими переводить не надо потому что основные показатели и так понятны тоже кстати Taobao исключительно работает через посредников то есть опять же если кому интересно обращайтесь могу по крайней мере посоветовать ну и опять же в интернете можете сами найти посредников на свое усмотрение посредник берет от 10% вот ну кто-то больше кто-то меньше кто-то берет 10% плюс доставка по Китаю еще 10% то есть схема такая ну как правило как правило смысл один это вы выбираете товар соответственно отправляете ссылки на этот товар со скринами фотографий например потому что товары разные человек вам просто выставляет счет я раньше работал через GoToTal они закрылись я не знаю года 2-3 назад и потом доллар подорожал ну и перестал этим заниматься пока не познакомился с людьми вот и опять начал этим интересоваться сейчас на этот момент мой интерес такой достаточно здоровый в этом отношении вот можно ну вот пример вот кроссовки мне нравится там потому что с Алиэкспресса New Balance ну зайдем в Алиэкспресс предположим ну не важно просто New Balance мне просто писать легче там Nike Adidas NB ну вот что показывает так New Balance пускай будет как они там пишутся New Balance так что или не так или так сейчас посмотрим А Апшипс да что-то совсем так New Balance ну берем например забиваем что предложит что предложит ничего 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 чего-то предложит почему TASIC здесь подделка Nike Air Max 90 что-то у нас еще но в любом случае New Balance то у нас вот как он называется забыл уже французский поле Хэнсон ну вот опять ASIC 2 так ASIC как Air Max с проводами с проводами извиняюсь не знаю короче то есть вот такая вот история вот у нас Тау Бау Тау Бау ну выставляем например по цене сверху вниз от 58 ну естественно в любом случае с Китаем надо выстраивать тоже понимание понимание в чем в цене естественно то есть за 2 копейки в любом случае не будет нормального качества то есть да вы заходите смотрите покажу как я отсеиваю опять же смотрим на продавца вот эти его оценки но есть момент значит сначала здесь сердечки там есть таблица у них где-то я не знаю сердечки потом кристаллики потом корона серебряная золотая то есть чем больше продаж тем соответственно надежнее но я так понимаю вот этими именными вещами торгуют людям но что их банят потому что раньше там например джинсы дизель забил там Армани я не знаю любые именные вещи нормальные было проще найти можно было там одну букву звездочкой заменить и так далее сейчас Тау Бау я так понимаю тоже цивилизуется в Китае с этим борется нет такого беспредела как там лет 5 назад когда можно было все купить я не знаю поддельное неподдельное мой принцип такой столба вывозить именно качественные фирменные вещи настоящие то есть которые я не могу определить вот что они поддел за более дешевые цены пускай она будет цена там в два раза дешевле всего но мне это устраивает если каким дизеле стоит сейчас 15 тысяч если я возьму за 5 со всеми причиндалами там с доставкой дорогущей на данный момент с оплатой посреднику если это нормально вот я это возьму мне не интересно брать джинсы за 500 рублей вот то есть это мое как бы понимание и здесь я тоже не гонюсь за дешевой ценой в прошлый раз я недавно себе дочери покупал кроссовки пришли абсолютно я не могу отличить оригинальные модели брал я пуму рихан убрал и как они вторые забыл как называется тринитроны какие-то что там ну что-то типа это короче ну вот нет это не у баланса вот ну вот соответственно выстроил я их по цене можно здесь поставить диапазон кроссовки я беру в основном минимум от 150 йем ну вот то есть от полутора тысяч вот ну в основном вот сейчас на данный момент я кроссовки брала полутора до двух тысяч если кому-то нужны какие-то там вот мы недавно смотрели супер какие-то спортивные там какие-то модели асикса они там и 5-6 тысяч в любом случае в любом случае это разные моменты кому что надо я как бы выбираю из того что есть из тех моделей которые есть мне нравится то что есть меня вполне он и все украсть пума предполагаем чтобы красотки ну вот они вот эта модель это у нас как они там называются Вот один Брал идеальный, идеальный качество Обошлось, оно мне В 200 с лишним ем Пара Доставка, соответственно, все дела То есть примерно 3000 рублей Вот, ну нет, это не эта модель Ну они нам просто похожи Пока что-то не вижу, но не столь важно Вот, то есть принцип такой То есть брать именно качественные вещи Есть народ, я на форумах много читал Когда-нибудь там возьму, я не знаю За 2 копейки хотят, чтобы действительно настоящий качество было Ну, то есть надо понимать в любом случае цен У Таобау есть направление Вторая часть Это Тэмол Тэмол подразумевал всегда под собой Это именно исключительно фирменные вещи Брендованные, так скажем Вот, обозначение Тэмола Здесь сразу видите красненьким Ну, вот я конкретно модель выбрал Вот, а, триномик его То есть вот такого плана я ребенка купил То есть вот они Например, 6890 получалось Ну, то есть 7000 примерно Я взял за 2000 Ну вот, проблемы найти Никаких проблем нет Выставляем Смотрим Минимальные цены Вот от 180, например Кума R698 Ну вот, вот, соответственно, и выбираем Заходим в магазин Сразу смотрим Здесь вот никаких обозначений нет Я в таких магазинов даже не захожу Смотрю, где нормально есть продаж Искать можно по-разному Надо забивать, опять же, как ключевой фраз И 698 И R698 И Триномики И там, ну, по-всякому То есть в любом случае Можно найти дешевле Ну вот, каждая модель То есть вот на данный момент Что я покупаю Это от 150 до 250 ян Но я не гонюсь там За низкой ценой Для меня очень важно качество Потому что дрянь не нужна Ну вот, по триномику Вот по такому запросу На Таобау и Левья очень мало И вот пошли уже фирменные вещи Вот С обозначением вот этой штуки Это Тэмол А на Тэмоле Точно уже качественные вещи Ну, я не знаю, как сказать Что такое вообще качество Если кто там производит и так далее Главное, чтобы мы Как комфорт жизни То есть Насколько Взяли в руки Все соответствует Все отлично Сюда они стоили столько 379 То есть можно С гарантией на Тэмоле Брать вещи Еще получше, чем в наших магазинах Если на то пошло Потому что неизвестно Что сюда приводит В каждом регионе Даже в каждом городе В магазинах Разной коллекции Байеры закупают по-разному Подмешивают они там подделки Не подмешивают Какие это подделки Какое качество подделок Очень сложно Что-либо сказать В этом отношении Так что Тэмол Это именно Показатель Качества На Тэмоле Можно покупать Именно Товары от производителей Реально Потому что я очень много Беру товаров Не надо Армане Версачи и так далее Потому что это не серьезно Кстати Сейчас вообще сложно На Толбаву найти Ну по крайней мере Мне не удавалось Нормального качества В большом количестве Как раньше находить И я больше переключался То есть Заходишь на Тэмол Мне надо например Там я не знаю Женские джинсы То есть да Я перевод включаю Перевести Постепенно к этому Можно привыкнуть Женщины Переходим сюда Например Кулушки пальто Там где джинсы Недалья Так Так Рядный сезон Но джинсы Я естественно Также отсеиваю Тут вот По бренду можно выбрать Зара Тоже самое И так далее Но такие бренды Мы и здесь Можем купить Просто я не вижу смысла Тащить оттуда Хотя детскую Зару Я брал Вот Можно также на распродажу Попасть Насколько я помню Самая крутая здесь Распродажа 11 в 11 День одинокой кошки Так что в ноябре Все еще Можно будет что-то капнуть Интересное Вот Много здесь конечно Таких же интересных вещей Как на Амазоне Ничего мы там особо не видим Необычные Вот Также Вот она Бешетка Если на Амазоне Она здесь То это вот здесь И делаем отбор Там Широкие штаны Нам нужны Протертые штаны Обтягивающие С теплым Синтетическим материалом Чтоб там зимой Задница не мерзла Ну и так далее И так далее Вот На Темоле Я очень много покупаю В первую очередь Я покупаю сейчас На Темоле Как правило Потому что я не гонюсь За какими-то именными брендами А именно Отбираю Отсеиваю Именно те магазины Которые мне нравятся Вот То есть я там Некоторые бренды Уже знаешь Китайские Например Так что Так Не то Не то Ну ладно Не помню Кто там Ну Сдир Например Ну вот То есть вот Например Заходим в магазин Сдир Ну вот Здесь есть Три магазина Сдир Для него Сдир Outlet Терпал Со скидками И соответственно Вот выбираем То есть Мне вполне нравится Вот этот например бренд Ну и таких брендов Можно То есть С каждым на любителя То есть там Закупаться и так далее То есть это уже Кому что нравится Качество У всех разное Цены естественно разные Кто Гонится за Действительно ценой То есть для кого там Пальто За 6 тысяч Плюс там Доставка Плюс то-се Там 8 тысяч Будет дорого Типа я пойду Магазин куплю Но как правило Такие пальто И будут у нас В магазинах Там 20 тысяч То есть Я на днях В европейском Был Пуховик Короткий Пуховик Морелла 53 тысячи Рублей Я конечно Не знаю До кризиса Когда доллар Стол 28 Там 30 Эти пуховики Столи Там предел 10 Я не знаю Вроде доллар В два раза Подорожало А по реке Почему так Блин Ну я не знаю Что там в нем Хорошего Он стал Не 20 тысяч Стоит А почему Он стал 53 Или 48 Там два варианта То есть Откуда эти цены Вообще берутся Просто непонятно Даже я не знаю 70% скидку Они сделают Будет там 15 20 тысяч Ну это вообще Жесть какая-то То есть Здесь эти пуховики Можно купить Ну не Морелла Естественно А того же Там из Диры Или других Блин Забыл Как мой любимый Бренд Называется То есть Пределок Тех же 10 тысяч В любом случае То есть Нормальные Нормальные вещи Можно покупать Так Не помню Как он называется Так Так Короче не помню Ну не столь важно То есть Брендов много Также Эти бренды Отсеиваются со временем То есть Какие-то размеры Не подходят Какие-то подходят То что у китайцев В любом случае Свои размеры Здесь расчет Именно на потребителей Это Азия Китай в первую очередь Естественно И Азия Вот люди отсюда покупают Мы отсюда покупаем Через посредников К сожалению Здесь не катят Наши кэшбэки И все остальное У них там свои Так скажем Я думаю История Система работы Я уже объяснил То есть Мы выбираем товары Делаем скрины Делаем ссылочку на товар Отправляем посреднику Посредник выставляет счет Раньше я мучился С этим делом То есть И через Алипэй Отправлял И через Пайпэл Отправлял И как только Не отправлял деньги Сейчас на данный момент Вот это конкретно Посредник У них есть счет Сбербанки Сбербанки в рублях Переправился Сбербанковской карты Или просто пришел Положил денежку И все По поводу рисков Того что Люди сбегут С нашими деньгами И всем остальным Но Естественно Все может быть Все может быть Но это какой-то Вообще Супер Мега Крайний вариант Люди этим Как бы деньги Зарабатывают На Ну вот так вот Короче То есть Я не вижу Не вижу Смысла Об этом Вообще Задумываться Потому что Скорее В дороге Пропадет Этот товар Чем люди Опрокинут С этими Деньгами Жалкими Тем более Никто не заставляет Покупать товаров На Большие суммы денег Потому что Ограничения В России Насколько я понимаю Тысяча евро А еще осталось Ограничения В других странах Свои И естественно Свои нюансы На разных людей Отправляется Много Посылок И всего остального Эти конкретно Люди Могут обойти Ограничения Потому что Они оформляют Это все на себя И соответственно У вас Вы можете Не на тысячу евро Брать А на гораздо больше Ну вот То есть Вот Что я хотел рассказать Всем советую Нормальный Нормальный Таубао Мне очень нравится То есть Я вот года три Не занимался Потому что Цены поднялись Но сейчас Как-то все уже Стабилизируется Уже понятно У нас здесь Цены тоже подтянулись И на машины Как нам Несколько лет Рассказывали Что у нас машины Самые дешевые в мире Не знаю Сейчас На данный момент У нас далеко Не самые дешевые Я сегодня смотрел По Apple продукции По-моему У нас вообще Самые высокие цены В мире На продукцию Apple Сегодня Даже ради смеха Могу сейчас показать Вот такой сайтик Взял Не знаю Там доверять Или не доверять Но вот предположим iPad Pro То есть Вот цены Статистические цены Возьмем Айпад Pro 32 СОЛТЕ 47 Австралия Австрия Самый дешевый Великобритания 38 тысяч Ну и это За их деньги взять Там еще В Европе У нас еще можно Вернуть денежку Небольшую В Америке Наоборот Надо заплатить Ну В Эмиратах Что-то не очень Раньше были Классные цены В Гонконге Тоже В Америке Тоже Не очень Ничего Налоги заплатить Ну вот Ну ладно В любом случае Россия Просто Переди всех Просто Мы вообще В самом Самом Респекте То есть Самые богатые В мире 64 тысяч То есть Тут 40 40 40 40 40 50 56 Новой Зеландии То есть Мы круче Новой Зеландии Намного То есть Ну вообще Просто слов И вот Вот так Во всем Вот наверное Морел У нас Во всем мире В Италии Наверное Или где-нибудь Бангами Будешь покупать За 2 копейки А у нас В России Морел Оказывается Это вообще Какой-то Мегабренд Ну и про Армании Про все остальное Даже говорится Если нет Вот Так что Всем советую Именно По Именным вещам По Обуви Например Эка Здесь будет стоить Очень дорого А Спортивная обувь Вот такого плана Стоит нормально То есть Там Кроссовки Можно привезти Спокойно 3-4 тысячи В зависимости От партии Потому что Доставка Первый килограмм Всегда дороже То есть Если вы берете Там 5-6-7 килограмм Это получается Дешевле Последний раз Я привозил в коробку Сегодня Замерил коробку И полкило То есть Я вот сейчас Заказываю Четыре пар Кроссовок Это 2 килограмма Ну Я так понимаю Коробки я тебе выкину Чтобы не отправляли Без коробок То есть Кроссовки весят На сколько там Они 500 по-моему Грамм А коробка 450 Ну То есть Это достаточно Большое дорожание И в принципе Меня раньше С Китая возили В одной большой коробке Ну И Несколько Больших коробок То есть В маленьких коробках Всегда От веса Избавляют Вот То есть Варианты разные В принципе Все что хотел Рассказать Если будут Какие-то вопросы По уточнению Могу Как бы Проконсультировать Я именно Я являюсь Просто простым Покупателем Я на этом Не зарабатываю Я Не занимаюсь Посредницами Этими действиями То есть Если будет Кому-то интересно Я просто могу С людьми свести И с ними Можете работать Спокойно Вот Что касается Таобау Алиэкспресса И Тэмола И Алибабе Я рассказал Будут вопросы Обращайтесь Ставьте лайки И слайки Все как обычно Всем удачи Всем пока